Чувашия и Венгрия продолжают развивать двусторонние отношения. Перспективы дальнейшего сотрудничества сегодня обсудили генеральный консул в Казани Адам Штифтер и глава республики Михаил Гнатьев. Подробности у Дмитрия Ковалева. Привет! Адам Штифтер, очень приятно. Привет, друзья, на Чувашской земле. Спасибо большое. Посмотрели, что с этой птичей полета город. Как дома? Со столицей республики Адам Штифтер знаком, хотя и приезжает сюда впервые. В венгерском городе Эгере дорожат по братимскими связями с чебоксарами. Договор заключили 15 лет назад. Эгер славится тем, что там целый квартал называется, квартал Чебоксары. Человек въезжает в любой город и сразу может практически понять, какие люди живут. И здесь очень порядочные, очень аккуратные, все чисто. Очень порядочные жители вашей республики. Я, конечно, как консул тоже смотрю. У нас визы выдаются в Казани, мы сами выдаем шенгенские визы. И практически, ну как у нас говорится на венгерском, на одной руке могу посчитать, сколько отказов было за два года из вашей республики. Так что очень порядочные, очень честные люди. Двухсторонние связи становятся крепче, растет и торговый оборот. Так аграрии республики наладили прямые поставки семян кукурузы из Будапешта. Фермеры покупают, потому что качество соответствует той цене. Мне достаточно уже тот показатель, что это не первый и не второй, когда они покупают. Поэтому, ну правильно говорила сегодня заместитель министра, любого фермера можно один раз обмануть. Так что он уже понимает, один раз обманул и больше покупать не будет. Они уже несколько лет подряд покупают венгерскую кукурузу. И рост по объему закупок тоже растет. В сфере АПК стороны прорабатывают и совместные проекты. Михаил Игнатьев отметил, что для инвесторов в республике открываются новые рынки. Я могу пожелать вам, значит, и предложить, чтобы те предприниматели, те фермеры, которые хотят локализовать производство, где реально могут земли сельхозного значения в аренду взять, и молочную дворную ферму построить, соответственно, сыроварню могут сделать, и иметь хороший рынок на территории Российской Федерации. Глава республики отметил, что чувашские предприятия продолжают наращивать объемы продаж в Венгрию. Спросом пользуются электротехникам. Отрата на то, что организации электротехнического кластера продают свои продукции. По качеству, по цене они на сегодняшний день не уступают мировым компаниям. Есть мировые компании, конечно, в определенной степени монополизировались и хотят рынок удерживать. В конкурентной среде все развивается, застоя нет, но и масштабы по объемам внешне-другого оборота будут увеличиваться. Теперь многое зависит от дальнейших переговоров двух сторон. Венгерскую делегацию в Чебоксарах ждут и в августе, на юбилее столицы региона. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.